Пушков оценил апелляцию Киева на решение Дании по Северному потоку-2. Пушков оценил апелляцию Киева на решение Дании по Северному потоку-2. Час 34.22.2019 года РИА Новости, Нина Затина. Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. РИА Новости, Нина Затина. Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото. Москва, 22 ноярия новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможную апелляцию Кева на решение Дании по Северному потоку-2, отметив, что украинские намерения выглядят как арьергардный бой. Ранее министр энергетики Украины Алексей Аржель заявил в интервью 24 каналу, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по Северному потоку-2. Чиновник пояснил, что при оспаривании решение Украина может использовать экологический аспект. Намерение Киева подать апелляцию на решение Дании по Северному потоку-2 выглядит как арьергардный бой. Полагаю, в Киеве это понимают. Но думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут, написал сенатор в своем Twitter. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические озоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания, последняя из всех, выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, о чем сообщило ранее энергетическое агентство страны, DEA, 19 ноября, 26. Нафтогаз объяснил отказ от российской скидки на газ. Против Северного потока-2 активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающая в ЕС свой жиженый природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект Северный поток-2 является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала. Что он не предполагает прекращение транзита российского газа через Украину в ЕС.